Ростов-Великий Стенам Но смешной момент Именно там снимался вот эти царские покои Интересно, конечно А мы сейчас заехали на озеро Нера Немножко хотела вам рассказать Про это озеро Почитала очень интересная история у него Но сейчас переверну камеру И покажу вам Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, очень красивое озеро Нера Это просто бесподобное Вот интересно, что почитала про него Оно раньше было 25 метров глубиной Представляете? То есть было такое очень глубокое озеро Сейчас глубина его составляет Самое большее Это 4 метра А в основном здесь 1 метр глубина Почему такое произошло? Не знаю, как правильно называется Это вещество питательное Это питательное Это питательный ил Сапропель или сопрополь В общем, как-то так называется Может быть, кто-то знает И год за годом Оно накапливалось в этом озере И получилось так, что оно стало настолько мелким Но это вещество Оно очень-очень полезное для животных В корм можно добавлять Также оно очень лечебное Но для того, чтобы его извлечь из этого озера А его здесь, представляете? Его сколько здесь Этого вещества Просто невероятно Много Но здесь нужны огромные деньги Чтобы очистить вот этот ил полезный Ну и, конечно же, денег-то нет Здесь также на этом озере Было несколько заводов Которые очень сильно загрязнили озеро И получается, что сейчас запрещено Здесь абсолютно запрещено купаться Вот настолько оно грязное Но из-за того, что здесь вот этот полезный ил Содержится в огромном количестве Здесь очень много рыбы Почитала, но я уже забыла Я не рыбак, поэтому забыла Какой рыбы Но эта рыбка даже в 17 веке Подавалась на царский стол В общем, здесь туристы И местные жители, конечно же, не растерялись Здесь продолжаются такие судоходные походы Мы даже были как-то здесь на празднике Очень интересно Здесь катера ездили Разные красивые такие лодки То есть все это здесь есть Единственное, вот купаться нельзя Катамараны есть То есть туристы здесь развлекаются Вот, то, что хотела вам показать сегодня Рассказать про это удивительное, очень красивое место Жаль, конечно, что люди загрязняют так природу Нашу удивительную планету Но надежда есть, что в будущем все-таки люди одумаются И будут беречь наши прекрасные ресурсы и такую красоту А вы какую рыбу здесь ловили? Всякую Плотвичка Плотва? Плотва, окунь Окунь Линь Какой еще? Линь Линь? Окупаться нельзя, да? Нет Это лечки такие на узких На речке Там покупаться На речке только Чистая, да? А тут сюда А какая сюда речка впадает? Сюда Сара Сара Какая еще вторая? Волга Волга А, пять рек, да? Да А почему нельзя купаться? Ну тут вот сейчас, как бы, вот ступни два метра, как бы лов, туда И уйдешь, и так вот выл Выл, да? Волга какие-нибудь песчаные, как бы, ну, песчаные, конечно, можно А так, да А так, говорят, здесь ил очень полезные для здоровья Как типа лечебной грязи Только грязная, загрязнялись, да? Заводами Потом в вазе, так и забыли Отмываться, да? Ну да, да Ну птичкам нравится Вот местные жители рассказывают А птички остаются чистыми, да? Удивительно Да, они здесь На балкон тут дома выездят Одни чайки Отпитают Да, 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 да Ну да, да А чай, ну они плавают Рыбы поедут Все Да, да, да Спасибо за рассказ Хочу поближе показать вам тот самый полезный, но очень грязный ил Представляете Больше 20 метров Вот этого полезного ила Но из-за заводов Видите, какая загрязненность И невозможно здесь плавать Такая красота Просто нет слов Но жаль, конечно, жаль Что так загрязняется природа Правда красиво? Птицы Все Сегодня дождь льет Ну так тепло и хорошо здесь О, какой тут гость плывет Ой, красавица какая Ну здесь так много рыбы И птичкам здесь хорошо То есть питание у них просто великолепное Представляете, людям нельзя А птичкам и животным можно Вообще, как все удивительно, правда Красота Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем привет! Выехали в лес за черникой Смотрите, как красиво у нас лес, это конечно что-то, красота, сосны, черники в этом году много, ой, зашла в какое-то болото. Казать хочу, черника мелкая, конечно, но встречается и крупная. Но она еще только-только пошла, поэтому она такая еще не особо сладкая, но все равно полезная. Ну и подышать воздухом, так здорово вообще. Классно. Продолжение следует. В лес мы любим ездить вечером, после пяти, когда мама приходит с работы, и мы едем часика на два, здесь не очень далеко за городом, подышать и хоть немножко расслабиться после работы и нам прогуляться. В общем, красота! КОНЕЦ Продолжение следует...